Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вот сегодня люди живут в мире фоток, снимков. О боже, люди селфятся и селфятся. Говорят, шейх, сделай селфи. Я говорю, я не салафит, я ханафит. Отстаньте. Селфи, селфи. Причём не одну делают. А три? Мы же с вами верим в единого бога, а не в троицу. Нет, надо три селфи сделать. А то вдруг получится не с того ракурса. Две удалим, одну оставим. Вот иной раз такое бывает. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Селфятся, селфятся, потом выкладывают это. А потом смотрят, что-то дела как-то не так идут. А почему? Да потому что ты всему миру показываешь. Какой ты красивый. Красоту свою выставляешь. Сёстры многие, субханаллах, из дома выйти не могут без макияжа. Вы как? Слушайте меня. А то вы чё-то вдруг притихли. Вот женщина, значит, просыпается. Садится, садится перед зеркалом и начинает накладывать макияж. Тоналку правильного оттенка. Нанести, размазать. Везде. Всюду. Под глазами тоже. Ещё. На лбу. О боже, вот здесь ещё забыла. У меня оттенок кожи немного отличается. Чуть-чуть темнее кожа, чем тональник. Надо это замаскировать. И это только основа. После этого идёт тушь. Некоторые накладывают искусственные ресницы. Ещё чё-нибудь. Так, теперь чё у нас? Помада. Подумала, подумала. Нет, сотру её. А то она по цвету не подходит к моей сумочке. Стирает. Берёт другую. Так, теперь надо стрелки сделать. Теперь взгляд говорит. Нет. И на походку, если её посмотреть, она такая. Конкретно кошачья. Вот, сестра моя, ты тратишь 45 минут или час перед зеркалом, чтобы так выглядеть. А ты ещё в итоге всё это фоткаешь, выкладываешь, сглаз навлекаешь. И ещё вот сейчас мода такая новая пошла. Люди, перед тем, как съесть еду, берут телефон и фоткаются вместе с этой едой. Рядом с красивой едой фоткаются. Мол, посмотрите, что я ем. Потом они эту фотку отправляют сотне человек, которым не так повезло, как тебе. Такой еды у них нет. Они, может, позавтракали как-нибудь по-простому. А у тебя тут яйца, пюрешечка, тут ещё авокадо сбоку, салат, блинчики, ещё всё такое. Фоткаешь и выкладываешь. И когда люди это смотрят, некоторые могут в комментариях написать что-то позитивное, типа, ооо, приятного аппетита, что-нибудь хорошее напишут. Но чего они тебе не пишут? Они не пишут, маша-лах, в итоге могут сглазить. И как может получиться? У тебя может случиться расстройство желудка. В животе у тебя расстройство будет. Авокадо твоё то опускается, то поднимается, то вниз, то вверх. Блинчики твои в животе танцы устраивают. Проблемы бывают. Знаете, что я отвечаю? Когда со мной за столом сидят и хотят сфоткать еду мою. Я говорю, сфоткать можешь, но выложи только через двое суток. Чтоб еда успела покинуть пищеварительный тракт. Чтоб уж точно не сглазили. Люди этого не понимают. Вас же сглазят. Ты это выкладываешь в фейсбук, в инстаграм. Ты просто с ума сошел. С ума сошел. Люди в Зимбабве голодают. У вас здесь в Южной Африке голодают. Люди голодают в Гане, да и вообще по всей Африке. А ты это в фейсбук выкладываешь. Представь, как голодающие на это посмотрят. Это же просто ужасно. Ладно еще, если ты просто некоторым людям выборочно это отсылаешь, время от времени. Но не в соцсетях же выкладывать. Весь мир это сможет увидеть же. Ну ладно, разок-другой ты выложил. Ладно, бывает, понимаю тебя. Но не регулярно же. В мире столько голодных, а ты такое выкладываешь. Так что и их пожалей и себя тоже. Ты же на себя навлекаешь сглаз. Сглаз истина. Но вот эти аяты, о которых я сказал, если будете их читать, иншаллах, с дозволения Аллаха, со сглазом проблем у вас не будет. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Причист великий Аллах. Есть такая проблема. Вот помню женщину одну. Причист Аллах. В Лондоне. Вот уж у нее капитальные проблемы с джинами были. И когда я говорю капитальные проблемы, это... Вот знаете, когда джин вселился в нее, с ней двое мужчин справиться не могли. Такая сильная она была. Это вот как раз тот самый случай с джином уровня Майка Тайсона. Приехал парень из Бангладеша. Тех, кто недавно из Бангладеша приехал, мы называем свеженькими. Свеженькими зовем. А вы, ребят, как зовете? Тех, кто недавно в вашу страну приехал. Новеньких. Которые не так много знают. Как? Легковес? Ну давайте свеженькими их называть. И вот, значит. Свеженький один такой приехал. Говорит, я такие-то заклинания читаю, такие. Я того изгонял, этого изгонял. Вот, значит. И сын этой женщины зовет этого шейха. Дескать, приходите, прочитайте какие-нибудь руки. Дома у нас. Ладно, шейх говорит. Давайте, говорит, прочитаю. Пришел. Домой к ним. Заходит в комнату. Закрывает за собой дверь. Женщина сидит на кровати. Он начинает руки читать. Женщина ему в лицо рассмеялась. Джин внутри нее рассмеялся. Мол, это все, что ты можешь? Тот читал, читал, читал. А Джин говорит, это все, что ты можешь? Давай. Че там еще можешь ты? Давай, накидывай. В итоге, че получилось? Шейх ошибки допускал при чтении Корана. И Джин поправлял его. Вот это тяжеловес. И вот, смотрите. Джины. Смотри, ты можешь читать Коран. Но, честно говоря, есть такой момент. Если поступаешь ты по жизни не в соответствии с Кораном, Джины над тобой смеяться будут. Ты будешь читать Коран, но Джину будет все равно. Как в случае с этим. Джин его ошибки поправлял. Тот читает Суру Ясин. Джин говорит, не, не так читается, а вот так. Ну и вот, значит. Шейх этот читал часа два. Употел уже. А Джин в женщине говорит, ну, давай, давай, все, что умеешь делай. В итоге шейх возвращается к ее сыну. Говорит, я много Джинов видел, но такого в жизни не встречал. В итоге ничего не сделал. Бояться этого не надо, потому что, если ты читаешь Коран и живешь в соответствии с ним, я же говорю, помимо чтения Корана, надо намаз читать, остерегаться запретного. И тогда ни один джин тебя не тронет. Не будет такого. К тебе они не приблизятся. И не забывайте тоже, если сила воли на уровне, это тоже их отпугивает. Есть у вас здесь, в Кейптауне, такая проблема, что люди любят ходить к колдунам. Да ведь? О боже, я знаете вам, что скажу. Это не так безопасно. Люди этого не знают. Люди по своей глупости идут к ним, к этим колдунам. Знаете почему? Когда вы к ним приходите, просите их помочь вам какую-то проблему решить. Они используют незаконные методы в своей практике, которые Аллах запретил. Они запретны по Корану и Сунне. Что это за методы? Они прибегают к помощи джинов. Совершают многобожие. Приравниваются товарищей к Аллаху. Ради того, чтобы добиться помощи джинов. Они поклоняются дьяволам. Вы знаете, что они делают? Да убережет от такого Аллах. Они закапывают Коран под туалетом. Или приносят какие-то страницы Корана на кладбище. Совершают сатанинские обряды там ночью. Эти колдуны совершают мерзкие вещи по отношению к нашей религии. Например, обесчестить Коран. Они делают такие вещи, которые для нас с вами омерзительны. Они берут курицу или еще кого-то. Они берут курицу или еще кого-то. Они берут кровь и льют ее на голых людей. Совершают колдовские ритуалы. Ходят вокруг этих голых людей. Много всякой грязи они делают. И когда они такое делают, на это все слетаются духи. Этим они притягивают злых духов, то есть дьяволов, джинов, шайтанов. Разговаривают с ними. Бывает, что один из этих людей одержим джином. Вот так они и вступают в контакт с этими духами. После этого они ловят этих духов. Пленяют их. Это один из вариантов, когда с джинами на связь выходят. Или человек поклоняется дьяволом, делая дьявола своим господином. Два варианта. Либо человек делает дьявола своим господином, либо делает джина своим пленником. И заставляет джина работать на себя. Так вот. Если вы приходите к колдуну, говорите ему, мол, так и так. Я хочу, чтобы ты что-нибудь плохое сделал такому-то человеку. Тогда он привязывает какого-то джина к тому человеку. В Коране говорится о колдовстве. Они обучались у них тому, как развести мужа с женой. Если кто-нибудь из сидящих здесь, когда-нибудь ходил к какому-то колдуну. Шел с конкретным намерением. Например, развести мужа с женой. Или чтоб колдун что-то плохое какому-то человеку сделал. Если вы целенаправленно это делали, зная, что это колдуны. И при этом считая дозволенным это делать. Вы потеряли свою веру. Вот я вам как есть говорю. Если вы считаете дозволенным это делать. Ваш иман аннулируется. Вы входите в куфор. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok